приветствую вас дорогие зрители на своем игровом канале и мы продолжаем играть в игру по названием transport fever давайте посмотрим что у нас и какие изменения произошли спустя некоторое время итак у нас сейчас 2040 год уже вот и сейчас я наблюдаю как у нас ведется загрузка разгрузка нашего хлеба вот как мы видим здесь у нас производство до 800 единиц как бы это не предел но есть еще до 1600 вот поэтому но вроде тоже работает довольно таки эффективно машины приезжают постоянно разгружают товар производится загружается вот эта часть хлеба это у нас город велючинск здесь складирован здесь же товар сразу появляется и грузится вот в этот город почему здесь у нас хлеба много то потому что большая потребность в этом городе смотрите здесь у нас получается 86 процентов не хватает довольно таки много где-то 54 до а здесь вот в этом городе здесь у нас буквально чуть-чуть 10 всего лишь единиц ну ты поэтому здесь хлеб точнее там хлеб не нужен так сильно и он не так часто производится а вот в том городе велючинске хлеб нужен и поэтому здесь уже как вы видите много на производилась вот и поэтому вот такая вот система работает с этими городами с потребностями ну и так далее дальше снял я две машины вот с этого маршрута потому как мы видим фирма не успевает производить продукцию машины здесь стояли буквально вот до сих пор вот так дальше что у нас еще здесь изменилось так ну во первых это вот с тем городом я вам немножко попозже покажу что я сделал так ну а у нас здесь как обычно давайте начнем с деревообрабатывания лесопилка работает в полную силу почти не вот дерево имеется так давайте посмотрим сколько у нас какой интервал 33 секунды но я думаю довольно таки неплохо потому что смотрите здесь у нас немножко небольшой затор да потому потому что товар принципе имеется на складе но он не требуется производства то есть вот этому производству которому мы снабжаем смотрите очень много досок почему много потому что много товара произведено и товара не выводится не вывозится точнее говоря вот и поэтому такие вот затор поэтому я предлагаю сейчас прикупить одну машинку это у нас получается погодите техника до техника у нас серого цвета то есть всего лишь четыре машины мы видим три минуты поэтому давайте хотя бы две штуки так здесь техника и здесь также техника так отправляем это все на маршрут техника всего ну и теперь теперь у нас должно быть производство немножко побыстрее и как и вывоз этих товаров так и у нас запустится производство этой самой лесопилки так здесь у нас что-то неровно давайте подровняем немножко территорию смотрите таким вот образом можно выровнять и убрать вот эти неровности за это конечно беру деньги но зато уже не не бросается так в глаза вот это все вот есть когда-то у нас были дороги поэтому остаются следы у нас так что машины вроде бы загрузились отлично давайте посмотрим теперь сколько минут уже смотрите в половину раза меньше 119 так это уже хорошо так подробно что у нас здесь финансы ну довольно таки неплохо при неплохо нам они зарабатывают смотрите почти 2 миллиона вот так же хорошо на сырой нефти зарабатывается на топливе кстати топлива чё-то упала в производстве в прибыли так вот хлеб смотрите какая сумма вот ну в общем вот так вот дальше давайте посмотрим что у нас здесь по транспорту да у нас имеется некоторое количество транспорта которые нужно заменить об этом мы немножко попозже займемся так что у нас еще суда снабжается помимо досок сталь давайте посмотрим что у нас со сталью ничего себе здесь смотрите какой холм сталь у нас вот здесь да здесь у нас будет это же все забито даунгрейт вот это плохо это плохо что у нас изменится через пять месяцев наоборот в плохую сторону то есть уже будет не 800 а всего лишь 400 так что у нас здесь творится у нас получается куча железной руды куча угля а вот стали стали вот просто не требуется вот почему стали здесь у нас много до 311 поэтому нужно добавлять добавлять сюда нужно добавлять машины я так понимаю поэтому давайте еще покупать два транспорта для техники потому что техника я смотрю производится производится довольно таки неплохо и она очень здесь много и складировала так ну и конечно же вот этот цвет да у нас получается это у нас сталь а инструменты у нас возится на немножко другим цветом наверно вот этим так нет вот этим точно так раз пока что одно так инструменты все так же отправляем на маршрут вот ну и сейчас должно быть здесь немножко небольшая разгрузка так потому что вот сейчас материалы начнут производиться все равно у нас смотрите что у нас получается техника восемьдесят девять секунд материалы точнее инструменты 120 ну пока что оставим так посмотрим что у нас будет кстати говоря здесь надо как то изменить вот эту дорогу наверное давайте мы сделаем прямую потому что как то здесь вот так я думаю будет самый раз и не в ту сторону и не в эту а всем поровну так дальше что у нас здесь давайте так тогда и вот этот кусочек тоже лучше чтобы машины могли выезжать и побыстрее выезжать так так товар начинает так и ты вообще не туда поехал так а этот разгрузил сталь понятно ладно здесь у нас вроде бы все мы посмотрели то что можно было дальше что у нас с этой с этой фабрикой тоже ведутся простой потому как не требуется она это железная руда то же самое и здесь так дальше поехали что у нас все таки с этим городом то что я сделал давайте вам сейчас покажу что и какие изменения ну во первых я добавил еще один путь вот я думаю здесь будет у нас два пути вот и как мы видим город в принципе вообще небольшой маленький но вы можете видеть буквально на каждой остановке стоят люди вот я решила сделать такой мини эксперимент и довольно таки он неплохо сработал вот в чем суть как вы знаете допустим любому пешеходу любому жителю города необходимо добраться от пункта а в пункт б пусть будет даже допустим скажем вот от этой стану нет не так сделаем вот от этого дома до вот этого дома да к примеру ему нужно добраться вот он тратит скажем вот он тратит скажем времени на это все ну к примеру давайте так где то пять минут допустим от этого дома до этого пять минут а чтобы доехать на автобусе скажем да то есть у нас имеется остановка здесь остановка здесь вот а чтобы доехать на автобусе он потратит не пять минут а скажем ну допустим три вот если эта цифра меньше чем пять то есть меньше тем чем то что он пешком доедет конечно он будет ждать автобус вот и конечно поедет на автобусе но если эта цифра больше то есть то конечно же он пойдет пешком поэтому что еще самое главное во первых разместить остановки буквально на каждом перекрестке где необходимо выйти тому или или иному жителю нашего города вот ну и еще самое главное то что вы поставите остановки буквально вот одна вторая вот здесь третья это мало так одну секунду так и так продолжаем у меня был телефонный звонок так что мы здесь на паузе так вот о чем я там говорил а значит то что вы поставите остановки здесь скажем на каждом перекрестке это мало то есть нужно еще учитывать один нюанс это то что у вас должен быть интервал очень маленький так сейчас я покажу вот интервал 26-30 секунд можно даже меньше то есть если человек скажем от этой остановки дойдет до следующей за 40 секунд а у нас интервал 30 он подождет автобус то есть меньше да если будет больше 40 секунд то он пойдет пешком в общем вот такая вот система здесь так она работает ну и как видите я буквально понаставил остановок на каждом перекрестке и довольно таки неплохо слушайте люди приходят вот людей сейчас как бы не так много прибыли можно сказать что нету вот один минус но он держится на месте этот минус он не растет то есть люди уже узнали про маршруты они уже пользуются ими когда на к нам начнут приезжать сюда люди другие из других городов вот тогда у нас уже начнется и прибыль вот здесь у нас имеется вот такие вот маршруты сейчас я вам покажу ну первый маршрут это у нас желтый то есть все что связано с промышленной зоной то есть вот отсюда люди загружаются едут едут возле мимо коммерческий и попадает сюда и опять же отсюда же едет обратно и на ж.д. то есть этот маршрут отвозит людей на работу дальше следующий маршрут это у нас зеленый то есть по жилой зоне также едет сюда тоже мимо вот этих жилых домов вот здесь жилые дома и вот сюда и также обратно об этом уже пути третий маршрут это у нас синий то есть он будет разгружать автобусную станцию он уже едет не в этих двух направлениях а в обратном направлении то есть с этой стороны уже вот тоже мимо жилой мимо он как бы захватывает три участка сразу жилой немного промышленность и также довольно таки неплохо коммерчески захватывает но ябра едет обратно вот такие вот маршруты я придумал и я думаю они будут пользоваться популярностью здесь нашем городе здесь я поставил остановки потому как здесь тоже у нас будет разрастаться все в дальнейшем так какие у нас еще планы на этот город это то что вот с этой стороны я хочу поставить грузовую ветку здесь у нас будут приезжать грузовые поезда вот они будут привозить сюда хлеб и другие ресурсы поэтому как ближайшего хлеб завода у нас здесь нету и здесь тоже но здесь есть но сюда нужно пшеница пшеницу тоже если возить то с какого-то края города вот отсюда но это невыгодно поэтому сюда мы будем уже уже возить готовые товары вот буквально будет где-то вот с этой стороны грузовой у нас терминал вот это я уже продумаю все за кадром ну и так же вот как я сделал здесь вывел отдельно ж.д. станцию вот отдельно обвел дорогами вот такой вот вариант я буду также делать вот с этими тремя городами то есть так как у нас находится вот здесь он мне не устраивает надо поменять и поставить как-то его вообще по-другому то есть мы видим здесь у нас сейчас будет и с этой стороны улицы с этой и здесь все закроется вот и здесь будут такие сумасшедшие пробки что просто потом невозможно будет ничего решить смотрите какие у нас дома появились интересные 58 это у нас магазин или что ты у нас 70 ничего себе по 70 человек живут неплохо вот такие вот у нас здание вот здесь пожалуйста смотрите вот вот такие вот интересные смотрите в общем потихонечку все разрастается города у нас развивается это это хорошо у нас так дальше по-прежнему здесь у нас нефтью смотрите что творится ничего себе прям как тому прям как на таможне пробка из этих фур у у нас нету топлива здесь нету сырой нефти точнее говоря вот а нету и потому что здесь закрывает путь вот эти красные фуры которые на загрузку идут получается да и не дают возможность проехать вот этим так ну это тоже наверно надо будет решать здесь еще вот что играет роль сколько у нас хотя не смотрите здесь 58 процентов здесь топливо в принципе требуется и не знаю почему почему его нету а его нет наверно потому что нет сырой нефти вот чем так ладно на этом все следующей серии мы наверное начнем уже немножко переделывать вот эти города под вот этот под этот вариант как я как я и сказал ну что ж увидимся в следующих сериях всем спасибо за просмотр и всем удачи всем пока